MTV предупреждает. Программа содержит сцены жестокости и насилия и настоятельно рекомендуется для просмотра родителям несовершеннолетних геймеров. Игры, упоминаемые в программе, имеют возрастные ограничения и не предназначены для людей с неустойчивой психикой и моложе 18 лет. Когда хочется развлечься, мы погружаемся в виртуальный мир. Он предстает перед нами во всей красе, позволяя наслаждаться своими богатствами. Но проходит первая эйфория, и ее место занимает тягостная депрессия. Виртуальный мир зажимает в тиски привязанности и зависимости, не оставляя сил для сопротивления. Темные лабиринты и жестокие убийства, кровожадные монстры и подлые предатели, страшные болезни и массовые катастрофы. Все это готово уничтожить нас. Бежать больше некуда, ведь это уже мания, которая отныне прочно сидит в голове. Мы знакомим вас с худшими проявлениями цифровой вселенной. Могущественные и коварные, сильные и хитрые. Те, кому доверено повелевать толпами и строить царство на костях. В эфире страшно интересная десятка самых безжалостных магов и колдунов виртуального мира. В ближайшие полчаса на жалость можете не рассчитывать. Вам будет страшно и интересно. Сегодня мы представим вам сильнейших и страшнейших колдунов виртуальности. Одним лишь взмахом руки они могут уничтожить любой город и свергнуть любого вождя. Им неведомо сострадание. У некоторых время триумфа измеряется годами, у иных — веками. Давайте собственными глазами узрим этих величайших антигероев по ту сторону экрана. В далекой сказочной Аркадии, в нескольких милях от столицы Меркурии, расположился плавучий замок. Смех, пение птиц, радость. Жители этих мест давно забыли значение этих понятий. Всему виной обитатель замка Ропер Клакс. Клакс — алхимик невероятно талантливый, но ехидный, злой и жестокий. Клакс привык побеждать во всем и был уверен, что способен выиграть самый невероятный спор. Именно поэтому Клакс легко согласился на математическую дуэль с непрошенной гостьей Эйприл Райан. Он не сомневался, что его волшебные силы в пух и прах разнесут странное устройство девушки, которое она называла «Калькулятор». Но магия Клакса его подвела. Непривыкший проигрывать злодей, выхватил девайс из рук Эйприл. Пытаясь понять принцип действия загадочной коробочки, он обезумел, и его разум был заточен в пресловутый калькулятор. Неудачливый злодей Аропер Клакс из «The Longest Journey» открывает десятку самых страшных магов и колдунов виртуального мира. В сумрачной зоне мира, в высокой темной башне, крепким сном спал Повелитель. И был его сон похож на смерть. Но однажды на его мрачное жилище напали и разрушили башню. Повелитель восстал, чтобы вернуть себе власть, поработить мирные земли и восстановить свою черную обитель из руин. Облачившись в тяжелые латы, Повелитель собрал верную армию кровожадных миньон. Владея смертоносным заклинанием, он наделял своих прихостней адским умением, которое те тотчас пускали в дело. Разоряли окрестные села и деревни. Губили стада скота, брали плен. Во власти Повелителя было казнить или миловать, но почти всегда он выбирал кровавую расправу. Встав на путь тьмы, он делался все могущественнее, а на его доспехах вырастали новые шипы. Все, кого он подчинил себе силой или колдовством, в ужасе воздвигали ему алтари и приносили в жертву красивейших девушек, моля о пощаде. Путешествующий по миру, встречающий новых людей и убивающий их Повелитель из Оверлорд. Сегодня силой захватил девятое место нашего черного рейтинга. Умный злодей никогда не раскроет своих коварных планов раньше времени. Он будет умело пускать пыль в глаза противникам, чтобы, усыпив их бдительность и отведя от себя всяческие подозрения, выполнить внезапный маневр и достигнуть своей цели. Именно таким был Гангара, советник по магии в республике Ура. Никто в Совете не предполагал, что этот скромный чиновник уже начал многоходовую партию с одновременно грандиозными и ужасными целями. Очередной ход не заставил себя ждать. Однажды небеса вдруг покрылись черными зловещими тучами и гигантский метеорит, изрыгающий потоки раскаленной лавы с космической скоростью врезался в землю, похоронив под собой целый город. Самый мощный в мире магический двигатель, созданный Гангор. Вот что стало причиной катастрофы. Планы мага были поистине грандиозны. С помощью двигателя он намеревался получить неограниченную мощь и силу. И неясно, чем могло обернуться могущество Гангары, если бы не трое бессмертных, рискнувших бросить вызов злодеям. Советник по магии Гангара. Восьмой в нашем рейтинге. Сделаем паузу, чтобы перевести дух. Это страшно интересная десятка самых жестоких чернокнижников виртуального мира. Оставайтесь с нами. Виртуальный мир Виртуальный мир лишь на первый взгляд кажется безобидным и дружелюбным. А второго взгляда уже может и не быть. Вся злоба, коварство и жестокость, которые таит человек в обычной жизни, в виртуальности вырываются на руку. В эфире хит-парад самых злобных магов виртуального мира. Чародей Фирес от рождения слыл неплохим малым, пока не увлекся некромантией. Испокон веков народ не любил некромантов, и Фиреса с позором изгнали. Душа чародея наполнилась жгучей ненавистью, а жежда мести не давала спать по ночам. Чародей сумел поработить волю самого великого мага и захватил власть над родным островом Аллодом Джигран. И в здешних местах наступила вечная осень и заполонила их нежить. Перенесший множество страданий и ставший тираном, занимающий седьмое место Фирес, стал сосредоточием зла в мире проклятой земли, затерянной в Астрале. Он начал свой земной путь с череды смертей. Его собственная мать хотела принести его в жертву своему мужу, богу убийств. Но мать убили, а его самого выбросили на улицу. Он был усыновлен предводителем жестокой гильдии Железный Трон и назван Сареваком. Однажды отчим в порыве ревности на его глазах задушил свою жену, его мачеху. Мир мальчика окончательно перевернулся. Саверак решил стать беспощадным воином, несущим смерть, и начал изучать искусство устрашения. Гигант в тяжелых доспехах. Он вознамерился стать самим богом убийств и завладеть Железным Трон. Всюду он сеял хаос и разрушение, пока не встретился со своим уцелевшим братом, от чьей руки ему суждено было пасть и возродиться вновь в качестве его соперника. Харизматичный и умный, сильный и жестокий Саревак из Болдерс Гейт воскрес на шестой ступени нашего пантеона виртуальных колдунов. Архимонд-Осквернитель, верховный демон, был одним из трех правителей эра даров на планете Аргус. Повелитель Пылающего Легиона Саргерас, впечатленный магическими талантами эра даров, предложил Архимонду присоединиться к своей демонической армии в обмен на вечную жизнь и огромное могущество. И получил согласие. Первое вторжение Пылающего Легиона во главе с Архимондом в мир смертных было отражено. Через десять тысяч лет верховный демон снова попытался завоевать озеру. Разрушая дотла встречающиеся по пути города, армия нежити уверенно приближалась к мировому древу, сердцу этого смертного мира. Архимонду осталось только разрубить дерево. Но призванные эльфами души предков окружили верховного демона и уничтожили его. После гибели Осквернителя Пылающий Легион потерпел поражение от Объединенной Армии Смертных и был вновь изгнан из Азерота. А останки их предводителя так и лежат возле увядшего мирового древа. Мы присуждаем Архимонду Осквернителю, предводителю армии нежити, пятое место. Посмертно. Когда-то Зардас был могучим магом Круга Огня, инициатором создания барьера. Этакого изолированного от мира людей пространства, куда стали помещать преступников. Зардасу осталось совсем немного для завершения его грандиозного плана. А планом этим было избавить мир от божественного влияния, чтобы каждое живое существо могло жить, опираясь только на свои возможности. Некромант Зардас на четвертой строчке. Впереди тройка самых злых волшебников за всю историю. Оставайтесь с нами. Прямо сейчас вы познакомитесь с тройкой самых могущественных злодеев со сверхъестественными способностями. Еще в Академии он начал увлекаться темными искусствами. В конце концов, это увлечение сделало его настоящим чудовищем. Таким Гарри Поттер увидел лорда Волдемор, самого злого мага столетия. Одержимой идеей полного уничтожения ненавистных ему маглов и нечистокровных магов, Волдемор создал организацию пожирателей смерти для их истребления. Он глубже, чем кто-либо из живущих волшебников, продвинулся в изучении колдовства и стал сильнейшим темным магом столетия, которого боялись до такой степени, что даже не произносили его имя. Кривое отражение Гарри Поттера. Темный Лорд открывает тройку самых безжалостных колдунов виртуального мира. Один раз в сто лет на далеком таинственном острове, в Храме Света, сходятся лучшие бойцы Земли, чтобы помериться с силой. Мастера рукопашного боя выступают в поединке один на один. Это кравовое состязание получило название Mortal Kombat. Этим безжалостным соревнованием руководил Шан Цунг. Любому, кто хотел пройти турнир до конца, в финале неизменно предстояло сразиться с Шан Цунгом. Старик умел принимать облик любого из поверженных бойцов, перенимая вместе с внешностью все умения. Но главная интрига этой заварухи заключалась в том, что владыки внешнего мира данным поединком стремились выбить из строя самых сильных бойцов Земли, а впоследствии поработить наши измерения. Во главе этого заговора стоял Шан Цунг. Сегодня этот сверхъестественный лицемер и предатель человеческой расы занимает второе место нашего рейтинга. Кто же является самым великим злодеем, переколдовавшим всех соперников? У кого из всех самые жестокие замыслы? Чья магия принесла больше всего несчастья? Перед тем, как вы это узнаете, взглянем еще раз на девять чародеев, претендующих на лавры самого жестокого мага. Десятое место занимает чудаковатый сказочный алхимик Роперт Клакс из The Longest Journey. Девятое место приступом взял Повелитель из Оверлорд с целой стаей троллей-прихвостней, варварски уничтожающих все на своем пути. На восьмое место удалось вспорхнуть советнику по магии бессмертному Гангоре из Lost Odyssey. Седьмую позицию узурпировал колдун Фирос из Потерянных Земель, Затерянных в Астрале. Талантливый некромант, мстящий за пережитый позор. Глубоко несчастный внутри и крайне жестокий снаружи воин-чародей Саревак из Болдерсгейл прочно занимает шестое место нашего хит-парада. На пятом месте под Мировым Древом покоится тело предводителя Пылающего Легиона Лорда Архимонда из Мира Варкрафта. Четвертое место нашего рейтинга принадлежит слепому старцу Зардасу из Готики 3. В зеркале третьего места отражается Волдемор, полный антипод Гарри Поттера, одержимый идеей уничтожения всех нечистокровных магов. Вторую позицию занимает седой старик Шан Цунг, двуличный оборотик, простой судья боев на земле и могущественный колдун внешнего мира. А теперь настало время узнать предводителя всей колдующей братьи и преклониться перед его властью. Гартаур жестокий, темная сила, темный властелин, кровавое око, враг, властелин, колец. Все эти имена принадлежат ему. Он стар, мудр, могущественен. Он встал на путь зла и теперь влавствует им. Он Сауру. Из черной башни, которую венчало всевидящее багровое око, он распространял свою немыслимую темную силу. Обладая кольцом власти, Сауру на протяжении тысяч лет предпринимал множественные попытки захватить все Средиземье. Его неоднократно убивали, но он возрождался вновь, чтобы сеять хаос. Однажды, лишившись в бою своего кольца, он потерял былую власть и устроил настоящую резню с целью уничтожить его новых обладателей. Сегодня всесильный повелитель тьмы из Властелина колец по праву влавствует нашим хитопарадом самых безжалостных магов и колдунов виртуального мира. Вы воочию познакомились с десятью самыми сильными чернокнижниками виртуального пространства. Думаете, они вам спустят это просто так? Не надейтесь. В следующей программе мы продолжим знакомиться с черной стороной виртуального мира. И вам вновь будет страшно и интересно.